Здравствуйте друзья! Недавно на моем канале вышло обновление урока по установке Supervised Home Assistant на Raspberry Pi 4b. В планах есть аналогичные видео для серверов на процессорах Intel, когда они выйдут, ссылки я оставлю в описании и под этим уроком. А сегодня я расскажу о первых шагах, которые я обычно делаю после установки Home Assistant. Некоторые настройки, системные сенсоры, установка и конфигурирование аддона File Editor MariaDB и магазина репозиториев Haxx. Так как со времени выхода моих предыдущих уроков по этой теме, произошли некоторые изменения. Если интересно продолжение, например установка и настройка Mosquito Broker и ZigBit у MQTT, пишите в комментариях. Весь код и настройки, показанные в этом видео, вы найдете в текстовом файле, ссылка в описании. Не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Это сервер из моего видео про установку, ничего кроме Home Assistant тут нет. Система сама подтянула некоторые устройства, в моем случае это медиаплееры и светильники, у вас может быть что-то другое, это не важно. Также нет разницы это Supervised Home Assistant или Home Assistant OS и какая платформа, одноплатник или мини ПК. Как я и сказал, я рассказываю о своих действиях при настройке нового сервера. Слева внизу нажимаем на кнопку настроек профиля. Тут ищем и активируем опцию расширенный режим. Она дает некоторые дополнительные функции и возможности, и все дальнейшие настройки я показываю с учетом этого режима. Далее идем в меню настроек, кнопка слева на панели в виде шестеренки. Здесь нам нужна опция дополнения. В отличие от интеграции, которые являются частью самого Home Assistant, к ним мы тоже доберемся. Дополнения это самостоятельные сущности, каждая из которых создает свой собственный отдельный контейнер и работает параллельно с Home Assistant. Справа внизу есть кнопка для перехода в магазин дополнений. И первым дополнением что я обычно ставлю является File Editor, довольно удобный и простой редактор. Знаю, что многие предпочитают VS Code, никаких предубеждений против него у меня нет, можно ставить и его. Аддон скачивается и устанавливается, но перед запуском нужно сделать кое-какие настройки. Для этого переходим на вкладку конфигурации. Так она выглядит по умолчанию и в принципе можно работать и так, но я делаю две дополнительные настройки. Отключаю опцию, которая блокирует редактор в папке конфиг, там где конфигурация самого Home Assistant. А так я смогу подниматься и на более высокий уровень, получая доступ к аддонам, бэкапам, медиафайлам и так далее. Вторая настройка это отключение игнорирования папки storage. В некоторых случаях может быть необходимость в доступе к системным файлам которые в ней находятся, но всегда нужно делать это с осторожностью и сохранением предыдущих версий. Вот так выглядит мой вариант конфигурации File Editor. Нажимаем кнопку сохранить справа внизу. Возвращаемся на вкладку информации и запускаем аддон. Кроме активной по умолчанию опции автоматического старта активируем Watchdog, это система которая обеспечивает перезапуск аддона при зависании. И отображение его на панели инструментов слева, обновление лучше делать в ручном режиме. Вот так выглядит новая кнопка которая появилась в панели, она будет запускать редактор. Теперь можно приступить к первоначальным настройкам. Начинаю я обычно с главного конфигурационного файла системы Configuration YAML. Запускаем файл Editor, по умолчанию он открывает папку конфиг, в ее корне и находится нужный нам файл. По умолчанию тут особенно ничего нет. Активирован Default Config, комплексная настройка включающая ряд стандартных функций системы и объявлены разделы Frontend автоматизации скриптов из сцен, которым прописаны пути к файлам, где они по умолчанию хранятся. Напоминаю, весь код и настройки показанные в этом видео вы найдете в текстовом файле, ссылка в описании. Этот блок добавляет на панель инструментов слева кнопку Система, которая будет вызывать страницу с системной информацией и журналом. Когда-то она была доступна из меню настроек, но затем по какой-то причине ее убрали, хотя сама страница пока еще доступна. Второй блок который я вставляю в начале это раздел Home Assistant и активация интеграции пакаджей, которая заменит вам все остальные интеграции, сенсоры, бинарные сенсоры, темплейты MQTT и все остальное что пришлось бы прописывать тут по отдельности. Очень удобно и никак не мешает работе с существующими конструкторами. Сохраняем нажав на кнопку справа сверху. Для применения настроек нажимаем справа кнопку панель разработчика и в открывшемся окне нажимаем кнопку перезапустить. Тут нужно выбрать перезапуск Home Assistant. Подтверждаем. Вот так выглядит кнопка которую мы только что добавили и страница системы. Тут есть актуальные данные по версии ядра и супервайзера, данные о хостовой операционной системе. Если будут какие-то ошибки связанные с корректностью или здоровьем системы, они тут также отобразятся. Есть опции перезагрузки ядра, супервайзера и операционной системы. Небесполезным в ряде случаев будет и журнал событий. На этом этапе я создаю первый пакетч с базовыми системными сенсорами. Сначала нам нужно создать путь который мы прописали в конфигурации, для этого нажимаем File Editor кнопку новая папка. В появившемся окне вводим ее название, так же как прописали в Configuration YAML. Это позволит избежать загромождения файлами корневой директории конфиг. Далее переходим в созданную папку. Я для пакаджей применяю двойную вложенность в папке Includes папка Packages. Но вы можете использовать и свои названия и другую вложенность, например сразу папку Packages корневой директории. Я показываю так, как привык делать сам. Тут создаем папку Packages. Все файлы и папки которые будут в ней создаваться, будут восприниматься системы как Packages, в которых можно описывать любые объекты системы. Сенсоры, бинарные сенсоры, таймеры, темплейты, автоматизации, сцены, абсолютно что угодно. Переходим в эту папку и создаем новый текстовый файл. Этот Package я называю системные сенсоры. Обязательно расширение YAML, иначе система его не опознает. У нас появился пустой файл, теперь из него можно сделать Package. Для того чтобы отделять Package один от другого, он должен начинаться с уникального имени, я использую для этого название файла, только без расширения. Это название не должно содержать пробелы, используем нижнее подчеркивание. Оно имеет нулевую вложенность, то есть начинается с первого символа строки и в его конце двоеточие. Далее соблюдаем правила, объявляем разделы на одном уровне, вложенном относительно названия, имеется в виду несколько отступов слева. Сколько большого значения не имеет, главное чтобы все разделы были на одном уровне, а их содержимое уже вложено в них. Тут я создал раздел сенсоры с отступом 4 символа, один раз нажать на кнопку tab. Он вложен в Package System Sensor и двоеточие означает что в него тоже будет что-то вложено. В данном случае несколько сенсоров на платформе System Monitor для показа системных данных. Обычно я вместо штатной базы данных SQL lite, которую использует Home Assistant, устанавливаю более продвинутую версию. Для этого снова переходим через меню настроек в раздел дополнений, тут у нас есть только файл editor. Идем в магазин дополнений. Дополнение которое я использую называется MariaDB. Не буду утверждать что это прямо идеальный вариант для Home Assistant, но по соотношению простота установки, настройки, функциональности и надежность, неплохой и проверенный годами вариант. Устанавливаем дополнение, но запускать не спешим. Сначала перейдем на страницу конфигурации. Вот так она выглядит по умолчанию, я делаю некоторые изменения. В первом разделе логинов, прописываю другой логин и пароль, тут для примера has has, но вы можете установить свой. Это внутренняя база в локальной сети, поэтому мне кажется, что особо усердствовать не нужно. Соответственно в разделе прав, этот же логин применяем для доступа к базе Home Assistant. Запускаем дополнение и активируем Watchdog, полезная опция очень выручает. Теперь настроим ее вместо штатной базы данных. Все данные, содержащие в себе логины и пароли, лучше хранить в файле секретов, он находится в корне папки config. Если вы планируете хранить свою конфигурацию например на гитхаб, убедитесь, что этот файл находится в исключениях к загрузке. Тут прописывается метка, в данном случае я ее назвал dblink. И то, что этой метке будет присвоено, путь к базе данных, где has has это логин и пароль, если вы используете другие, то укажите их тут. Теперь возвращаемся в Package System Sensor и создаем запись для интеграции Recorder, которая предназначена для работы с базой данных. В этом файле достаточно указать базовые параметры, такие как путь к базе, количество дней для хранения в примере 7 и автоматическое сжатие. Хотя этот параметр и так активен по умолчанию. Вместо явного пути к базе данных, тут указана ссылка на файл секретов и название метки dblink. Система вместо этого будет подставлять то, что мы указали в секрете под этой меткой. Идем в панель разработчика и для уверенности нажимаем на кнопку проверки конфигурацию. Если все сделано правильно, то отобразится такая надпись, ничего не мешает перезапуску системы. Для того чтобы все изменения применились, нужно перезапустить Home Assistant. После перезагрузки на дашборде, появятся прописанные в пакадже системные сенсоры, свободное место на диске, процент занятого пространства, время последней загрузки сервера на уровне хостовой операционной системы, процент загрузки оперативной памяти, температура и загрузка процессора. Идем в меню настроек и тут выбираем устройства и службы. Открывается вкладка интеграции, они в отличие от аддона, являются частью самого Home Assistant, это так сказать его глаза и уши. Интерфейсы при помощи которых система взаимодействует с устройствами, сервисами и вообще всем. Справа внизу находится кнопка добавления интеграции. Она открывает огромный перечень доступных по умолчанию интеграции, он кстати может быть многократно расширен, но об этом чуть далее. Интеграция, которая нам нужна, называется SQL, с ее помощью мы создадим сенсор, который будет показывать объем базы данных рекордер. Ранее, и я это показывал в старых уроках, он создавался через код, аналогично системным сенсорам. Это удобнее, но тенденция переносить все в интерфейс это изменила, открывается вот такое окно. Эти настройки вы также найдете в текстовом файле. Имя MariaDB, нас интересует колонка значений. Затем вставляем в поле Select Query запрос, который на выходе дает объем базы в мегабайтах и указываем соответствующую единицу измерения, которая будет добавляться к полученной цифре. Остальные поля я не трогаю, нажимаем кнопку Submit. Если все сделано правильно и согласно шагам этой инструкции, вы увидите вот такое окно подтверждающее создание нового сенсора. На странице интеграции появится новая SQL, можно посмотреть что в ней есть. Созданный нами сенсор и он уже показывает какой-то небольшой объем, на который успела вырасти база с момента ее запуска. Так как интерфейс пока находится в автоматическом режиме, этот сенсор появился и тут, на рассмотренной нами чуть ранее панели. И последнее что мы сегодня с вами рассмотрим, это установку Hax. Это дополнительный магазин интеграции и карточек для интерфейса, который существенно расширяет возможности работы с Home Assistant. Для этого нам понадобится снова зайти в консоль сервера по SSH, как мы это делали при установке. Для тех кто использует Home Assistant OS, нужно будет установить еще один аддон который называется Terminal and SSH и проделать эти действия в нем. Для пользователей Supervised установки переходим в режим рута, иначе будет ругаться на недостаток прав, при работе через аддон не нужно. Далее нам нужно скачать и запустить скрипт установки, эту команду вы также найдете в текстовом файле описания или на официальной странице Hax, ссылка будет там же. Скрипт загружается и устанавливается в папку Custom Components, собственно для этого и нужны были права суперпользователя. Дважды вводим команду exit, для выхода из режима суперпользователя и из терминала. Для того чтобы Hax появился в меню интеграции, нужно снова перезагрузить Home Assistant. После перезагрузки переходим в меню интеграции и нажимаем кнопку добавить. В появившемся меню вводим и выбираем Hax. Перед установкой он должен убедиться, что вы осознаете что делаете, а вы ведь осознаете правильно? Будем считать что так. Отмечаем все чекбоксы и нажимаем submit. Hax работает напрямую с github, так как скачивает и отслеживает изменения размещенных там репозиториев, вам нужно зарегистрироваться там, это не долго и бесплатно. Перед установкой нужно авторизовать доступ Hax. Для этого используется код, который нужно скопировать и перейти по размещенной тут же ссылке. Вводим этот код в появившемся окне и нажимаем продолжить. В следующем окне подтверждаем авторизацию Hax, теперь он сможет устанавливать и обновлять репозитории с github. После этого возвращаемся на вкладку интеграции, через несколько секунд Hax получит разрешение от github и установка завершится. Справа появится новая кнопка Hax, для перехода в пользовательский магазин репозиториев. Его внешний вид также претерпел некоторые изменения относительно того, что я показывал в старых уроках, сейчас он выглядит так, это нормально. После первого запуска дайте ему 5-10 минут, для того чтобы он успел загрузить все что ему нужно для работы. На его странице сверху есть строка поиска, которая и используется для того, чтобы найти и установить нужную интеграцию. Для того чтобы появился их список, можно ввести любой символ, а если вы знаете название того что хотите установить, то можете начать вводить его. Для примера я выбрал интеграцию Xiaomi Miut Auto, она пригодится для тех устройств экосистемы Xiaomi, которая не может распознать штатная интеграция Home Assistant. Нажимаем кнопку загрузить справа внизу. Теперь в списке кроме Hax у нас появилась еще одна интеграция. Обычно установка новой интеграции требует перезагрузки Home Assistant. Если вы планируете ставить несколько, то можно сделать это сразу и потом один раз перегрузить уже все. После перезагрузки установленная из Hax интеграция, будет доступна в стандартном меню интеграции Home Assistant. Находите в списке, выбираете и далее следуете шагам мастера установки. В этой нужно будет ввести свои учетные данные для Mi аккаунта. На этом урок по первым шагам настройки я буду завершать, мне кажется этого достаточно для одного видео. Если вы хотите продолжение, а в следующей части логично будет рассмотреть установку Mosquito Broker, ZigBee2MQTT и интеграции MQTT, пишите в комментариях. Текстовый файл с командами и ссылками вы найдете в описании, там же будут ссылки на другие видео по этой теме, мой телеграмм канал, группа для общения по умному дому и страница в фейсбук. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!